Друзья, всем привет! Во вчерашнем видео мы вместе с вами распотрошили корни вот этим вот маленьким орхидеечкам, сделали профилактическую обработку от гниения этих орхидеечек и оставили их подсыхать на ночь. И вот сегодня я предлагаю вместе с вами продолжить процедуры с этими орхидеечками, поместить их во временную посадочку, в которой мы дождемся начала роста корневой системы этих орхидей и уже потом их пересадим на постоянное место жительства в новые их домики. Ну, прежде чем сделать временную пересадочку, мы кое-какую процедуру с ними еще проделаем. Я сейчас переключу камеру сюда на стол и мы вместе с вами все это дело вместе сделаем. Так, друзья, ну, вот они наши малышечки, они переночевали у нас и сейчас вот они в таком вот состоянии. Был вопрос такой, Георгий, сколько они будут находиться с открытыми корнями, буду ли я подливать воду в кашпу. Нет, друзья, я не буду их оставлять с открытыми корнями, потому что у нас сейчас август, у нас жарко, корни быстро просыхают и у меня, собственно говоря, как бы нет особого времени следить за корнями, поэтому, конечно же, я эти корни помещу в кое-какой компонент, который мы еще не использовали в чистом виде для мини-орхидеи. У нас были ровно год назад, прошлым летом, мы в такие же временные посадочки делали орхидеи наши, мини-орхидеи. Мы сажали вот в такой вот перлит, помните, временное содержание на несколько дней, и это несколько дней у нас растянулось на целый год. И орхидеи вот такие вот мини, точно так же обработанные после магазинов, топази мы их обрабатывали, в этот раз мы в Максиме обработали. Кто не смотрел предыдущее видео, ссылку в верхнем правом углу я оставлю, можете пройти, посмотреть вчерашнее видео, в котором я делал обработку этих орхидей Максимом. И вот сейчас в этом видео я хочу эти орхидейки поместить в другой компонент. Но прежде чем их поместить в другой компонент, для того, чтобы сохранить вокруг корней влажную среду, чтобы корни меньше просыхали и как бы не создавали орхидеям застоя воздуха, то есть оставлю их в этих же стаканчиках, вот в таких вот маленьких, то есть это такое, знаете, будет временная передержка этих орхидей до того момента, пока у них начнут расти корневая система. Тогда уже, как только пойдет рост корней этих орхидей, мы пересадим уже вот в такие вот полноценные горшочки, двойные объема 0,6. Но сейчас такой горшочек, он им большеват, и, естественно, с такой корневой системой орхидеи в такой горшок сажать не стоит, потому что, ну, во-первых, слишком большой объем, это раз, во-вторых, все равно нужно будет сажать с учетом вот таких маленьких корней, то есть сокращать объем, делать совсем другую посадочку, что потом все равно приведет к тому, когда орхидей начнет расти, наращивать корневую систему, что все равно нужно будет ее потом пересаживать. Поэтому, ну, чтобы двойную работу не делать, мы сперва поместим эти орхидеечки в их горшочки, в каких они были, и дождемся начала роста корневой системы, чтобы потом их спокойненько пересадить уже на долгое время, на не один год, вот в такие вот горшки. Но, прежде чем мы перейдем к помещению временному, я хотел бы осмотреть основание этих орхидей, но вот у этой орхидеи у нас основание очень-очень даже неплохое, то есть, в принципе, нам здесь ничего больше дополнительно не нужно обрабатывать. Единственный момент, вчера я вам показывал вот этот вот непонятный такой шрам, который я, наверное, обработаю сейчас вместе с остальными орхидеями, у которых, ну, вот такая вот, вот такая вот, видите, немножко есть чернота, где вот на этой, вот видите, орхидеи, я бы, наверное, все-таки сюда, все-таки внутрь, куда-то вот прям вот в эти вот щели, вот здесь вот есть вот такая вот, видите, цветонос, цветонос разорвал основание орхидеи, и вот здесь бы я бы, конечно, бы немножечко бы, знаете, максимом бы примакнул бы вот эти вот все скопления, видите, вот здесь прямо вот скопление корней у основания, и вот это вот основание, оно выглядит как-то, ну, не очень так вот, знаете, ну, в моих глазах как-то здорово, прям слишком-слишком много черноты, поэтому вот сюда бы я хотел бы немножечко потыкать, так сказать, максима, что я, собственно говоря, сейчас и сделаю. У нас вчера с вами остался один миллилитр, мы один миллилитр израсходовали, а один у нас остался, ну, может быть, там чуть поменьше, я вот сейчас подрежу аккуратненько кончик, чтобы можно было спокойненько вот этим вот кончиком долезть до самых таких труднодоставаемых мест здесь, в орхидеи, вот у этой вот, смотрите, вот сюда, вот в этот вот, видите, разрез я сейчас удалю, вот этот мешает мне цветонос, погрызок цветоноса, я его ударю, и вот сюда вот я хотел бы, вот видите, вот щель вон там, вот сюда бы я, оп, вот так вот, о, как хорошо, прям она, прям, о, как удачно, прям она туда, вот, и вот это вот я все хочу сделать такую профилактическую обмазочку, и вот таким вот ватным все это дело протереть, вот так, ранка какая-то у нас здесь, мы ее тоже замажем, вот как хорошо туда, прям внутрь попал, видите, в расщелину, ну, вот, наверное, вот так, самое главное, чтобы вокруг основания, вот здесь вот, все это дело было у нас замазано, вот это вот все, что-то я куда-то положил свою кисточку, и не смог найти, поэтому вот сейчас приходится выкручиваться, ну, вот так, да, вот эта орхидея, она у нас самая такая, самая вызывающая вопросы, корневая, ну, все, вот так, пока я ее оставлю, сейчас, пускай она лежит, подсыхает, я осмотрю, вот эту орхидею, нужно ли здесь что-то промазывать, ну, нет, здесь у нас все чистенько, мы вчера все зачистили хорошо, мы все зачистили и обработали в растворе, в растворе Максима, единственный момент, что, ну, может быть, вот у этой тоже орхидеи, тоже сюда вот капнуть, видите, вот такая вот тоже здесь есть щелочка, тоже разорвана цветоносом, вот сюда, прям туда, вот так, уже закончился, наверное, да, так, сейчас я наберу, подождите, друзья, немножечко сейчас, прям вот капелюшечку туда воды вот так вот, сейчас она разбавится там, прям капельку туда воды так, и теперь можно клапнуть сюда вот так вот, вот, хорошо получилось и с этой стороны вот в эти все черные в черные щелочки, вот в эти вот, хорошо прям залили, видите, она прям насквозь прошла то есть сквозная дырка вот, ну, все, вот так вот оставим их и единственное, что еще, наверное, вот у этой мы орхидеи, вот эту вот, вот этот вот непонятный такой рубец что это такое, непонятно мне я его тоже на всякий случай закапаю вот так вот Максим, он не вредит растению мы неоднократно использовали его неразбавленным и все ну, вот так вот мы замазали дырочку, видите все значит, пускай они пока подсыхают и мы начнем вот с этой орхидеи сейчас я эти сюда в стороночку уберу чтобы они у нас подсыхали так, это уже нам не нужно, на задний план уберу так это мы все вот сюда на поднос на поднос так, ну что, возьмем вот эту орхидею и мы сейчас с вами ее поместим в вот такой вот, друзья, компонент это цеолит он у меня немного влажный он не совсем сухой то есть, такой, знаете даже не влажный а полувлажный я его замачивал на он вот такой вот и вот мы его сейчас его с вами и применим он, конечно, покрупнее чем чем перлит чем перлит но в отличие от перлита цеофлора она внутрь себя вот эти вот глиняные но они не глиняные да вот из этого цеолита из этого минерала они как бы состоят да, такая вот ну, как глина они они эти кусочки внутрь впитывают в себя воду и потом долго отдают ее как кусочки коры в отличие от перлита который скапливал воду на поверхности своих вот вот этих вот гранул и удерживал ее то есть он между собой удерживал воду между этих гранул и на поверхности той сам по себе перлит он внутрь не впитывает в себя а в отличие вот от циафлоры которая состоит из циолита да вот мы в нее с вами и поместим на временное содержание вот фракция размер вот вот этих вот кусочков он самый оптимальный для вот такого вот объема горшков я в одном из видео рассказывал как руководитель компании по производству архи от и мировой такой коры для орхидей давал рекомендации по поводу того что чем меньше горшок тем меньше фракцию грунта мы кладем да неважно карает или еще что то такое чем больше объем горшка тем больше куски туда укладываем ну той же коры либо тех компонентов из которых состоит грунт в которой мы сажаем орхидею в тот или иной объем горшка поэтому вот такой вот маленький горшочек оптимальным будет вот как перлит просеянный мы с вами брали да это прям самая наверно минимальная фракция которую можно в такой объем горшка а еще вот можно вот такой вот циолит можно было бы конечно еще применить вот такой вот фракции 35 миллиметров по моему да не 5 10 миллиметров это пеностекло grow plant вот такой вот он пористый но применение в моих условиях в чистом виде его показал опыт что в чистом виде он ну скажем такой ну как бы быстро все равно просыхает он быстро набирает воду и быстро ее отдает то есть такой знаете хороший арируемый компонент его вот хорошо добавлять с другими влагоемкими компонентами вот с корой его хорошо добавлять с кокосовыми грунтами с кокосовым волокном с чипсами вот мешать его с керамзитом тоже неплохо вот поэтому в чистый вид в мелкий его сажать не буду тем более что у нас есть посадки на канале таких орхидей в такой грунт можно было бы конечно применить мелкий керамзит друзья вот такой вот вот такой вот фракции думаю прям может быть было бы даже вот так вот неплохо вот в таком мелком но у нас есть достаточно орхидей причем мини орхидей которые растут прекрасно вот в таком вот в таком объеме горшка 0606 литра вот в такой фракции керамзитов мелко прекрасно растут цветут и развиваются поэтому здесь мы не будем конечно оригинальный поэтому хотелось бы что-то испробовать испытать и посмотреть как она будет расти в новом грунте в новом компоненте который вот мы на нашем канале применим вот эту вот циафлору ну что и заодно посмотрим почему потому что отзывов о циафлоре достаточно много причем неоднозначных как хороших так и отрицательных но отрицательные они в большей степени скорее я смотрел связаны были с неправильным применением циафлора потому что каждый компонент он нужен для чего-то они просто так вот я хочу в это в это посадить нужно понимать для чего мы сажаем я сажаю для того чтобы сейчас вот эта фракция размера помогла орхидеям сохранить влагу вокруг корней это раз быстро не просыхала ну и заодно циафлора она напитана как говорит производитель различными минеральными какими-то там удобрениями которые пойдут на пользу нашей орхидеи ну и собственно говоря вот именно плюс в том что вот эти катушки они впитывают воду и потом долго отдают вот это наверное один из главных мотивов применить этот вот компонент для в качестве такой знаете временного содержания этих мини орхидеи а вот в таких вот вот в таких вот маленьких горшочках ну что давайте начнем применять удобно вот знаете в такие горшки засыпать прямо так раз и сам по себе он этот компонент он такой знаете ну как камушки мелкие камушки и что знаете как бы так не дает возможности переворачиваться знаете наверное мне нужно ложечку взять потому что руками не очень удобно я вот возьму ложку ложечкой буду насыпать вот так вот раз надеюсь поудобнее будет но не намного удобнее но зато вам все видно смотрите вот так вот все просто банально и просто много сверху мы не будем орхидею закапывать надо чтобы у нее все-таки основание дышала поливать будем методом наверное быстрого замачивания вот так раз макнули чтобы до середины вода дошла чтобы вода не поднималась вот до основания этой орхидеи ну вот примерно как то так все и вот в таком состоянии я ее оставлю и даже не надо в кашпо ставить для устойчивости она прекрасно стоит в этих маленьких горшочках так ну вот первое у нас пошла сейчас мы с вами вторую точно так же и у нас теперь будет видео на нашем канале где мы применяем со флору в качестве компонента основного компонента для но пока что временного содержания то есть будем наблюдать как себя орхидеи будут чувствовать кстати посмотрите нормально пока себя чувствует вот это орхидеи то есть она меньше всего подверглась стрессу я так понимаю так ну вот так наверное да мы ее поместим углублять не будем так вот раз все просто все просто главное не бояться так вот фракция размер фракции прям идеально подходит а вот именно для такого объема горшочка для этих малышечек прям вообще идеально ну плюс еще то что циафлора корни у нас не работающие и чтобы они у нас не при но высока вероятность что они могут умереть до после полученного стресса после теплового удара и начав гнить в органической среде чтобы гниль не стала расходиться по горшку вот здесь вот циафлора конечно в этом плане компонент анти гниющий до компонент что если что-то где-то какой-то корешок придет нет ни в негодность то его гниение не будет распространяться на близлежащую на близлежащую среду вот так вот так вот корешочки на сейчас да и следующая у нас будет обработка это уже против насекомых но здесь я уже конечно будут друзья обрабатывать всю свою коллекцию приглашаю вас всех принять участие вместе со мной в этой обработки вот так вот друзья я оставлю и здесь у нас и основание дышит и корни у нас обволакивают вот этот грунт такой дышащий аэрируемый и в то же время он хорош такой влагоемки как знаете как хорошая кора как хорошая кора так ну что ну эти тоже мы сейчас поместим особо мы не будем так знаете без фанатизма чтобы основание у нас тоже было над поверхностью горшка точнее поверхности уровне посадки грунта в горшке вот так если быть точнее вот этот корень у нас сухой но ничего вот и посмотрим будет ли от него распространяться гниль так вот не мудрствую лукаво я сперва хотел вчера знаете замесить смотрите кто у меня там но какая животное тут у меня ползать так сейчас я ее уберу друзья откуда она словилась непонятно кстати эти животные эти животные друзья по моему она умирать туда залезла эти животные в квартирах роста живут они приносят хорошую пользу они поедают всяких насекомых в том числе и тараканов друзья вот если встречаются в городских квартирах они их не надо делать это хороший хорошая хорошая домашняя животная как домашние животные домашние насекомые да да он уже в таком состоянии по моему я его повредил он здесь закопался они живут в бетоне в бетонных кирпичных стенах эти насекомые очень хорошие такие тысячи многоножки многоножки так ну и все и последнюю орхидею сейчас я помещу вот он потерял горшочек вот так вот вот видите чернота прям вот она прям прям вот она такое ощущение что это налет черного грибка хотя не факт так с одной стороны и с другой стороны так вот вот такие вот у нас получились это не посадочка такое временное размещение орхидеи временная посадка кому как угодно на самом деле все оставляю вот так пусть основание орхидеи дышит вот так вот я их все подпишу какая из этих орхидей какая и будем с вами вместе за ними наблюдать сейчас я уберу поднос вот так все 1 2 3 и 4 цветущая красотка друзья все вот такой вот у нас получилось значит в одном из следующих видео после того как я обработаю всю коллекцию средством против насекомых когда время подойдет поливать эти орхидеи в одном из следующих видео я подробно покажу и расскажу все про полив этих орхидей именно вот в этом компоненте всем хорошего настроения всем добра здоровья друзья и до встречи в следующем видео всем пока пока до встречи в следующем видео